теперь мне нужно определиться то есть убрать восьмерку с этого колеса как я его решил убирать эту восьмерку ну первое на велосипеде как бы неудобно хотя можно было и на велосипеде мне нужно было куда-то зажать вот я нашел старую вилку вот видите я не знаю от какого это велосипеда короче говоря вот сюда вот эти дропауты вот сюда вот ось которая стоит у меня на этой втулке вот сюда не заходит то есть если дропаут например 8 с половиной миллиметров пропускает то есть а моя ось 10 миллиметров поэтому мне ее приходится немножко расширить взял я зажал в тисочки и просто работаю напильником почему так неуклюже держу напильник потому что чтобы видно было то вот так рукой закрою короче говоря пропилил здесь не пропилил а прошел напильником и сверху прошел теперь мне надо будет замерить все это дело штангелем чтобы было чуть больше десяти миллиметров и то же самое с этим сделать хоть она ведь и старый сломанный но мне для регулировки по одну сторону вот это вот этой вилки который мне будет служить станок для исправления восьмерок я подогнал он видите легко входит во вторую сторону еще надо подгонять вот она не идет догнал я эту вилку старенькую теперь ее так зажимаю в тисы вот она стоит вертикально вверх теперь мне сюда нужно установить колесо устанавливаем колесо и видим что она не входит примерно так дальше засунули вот здесь мне надо тоже выбрать середину чтобы можно было крутить сейчас я его зажим сами по себе дропауты вот эти вот узкие и поэтому мне не хватает ширины ведь она немножко ну поджал поджал на первый раз пойдет теперь будем смотреть что же у нас с восьмеркой так вот подставим ну примерно с этой стороны миллиметров 45 как я уже и говорил вот этот дропа вот его толщина здесь 4 3 с половиной миллиметра у меня на велосипеде 5 с половиной то есть здесь 2 миллиметра там 2 метра 4 миллиметра и вот для компенсации взял такие шайбы как вы заметили у меня вот эти вот зажимы бред эксцентрик мне очень он нравится вы мне стартоновский но теперь теперь колесо стоит в этой вилке четко туда-сюда не брыгается теперь мне можно уже и замерять в дальнейшие действия мои какие сейчас сниму резину вот чтобы освободить колесо от натяга резины все-таки 10 8 очков она накачана и буду пробовать править для точного регулировки восьмерки мне необходимо просверлить здесь отверстие чтобы в них закрутить вот этот болтик и точно прям вымерять где в каком месте восьмерка потому что всякие тут наклеечки ваточки конечно это если на скорую руку можно ну лучше сделать вот так я думаю просверлили так один дропаут и от вилки этот просверлили теперь 2 на рассудить 2 отверстия 2 отверстия тоже просверлено теперь мне нужно подогнать его под то чтобы нарезать резьбу более крупный крупными сверлами то есть это на 6 на 1 сверлил нарезал резьбу уже сейчас уже вытаскиваем мячик попробуем завернуть болтик вот он болтик пробуем заворачивать не надо чтобы она только держалась и не уходила не уходил болтик вдоль оси туда-сюда для этого я могу здесь закрутить контрагайку все нормально теперь то же самое нужно сделать с этой стоя посчитал что вот этот кусок который торчит из вилки но не могу его выдернуть лишний сейчас его от любого горка вот теперь мне сюда нужно примастить эти болтики у него такую конструкцию на скорую руку видите вот так вот раз и могу уже четко регулировать а вот этой вот этой гайкой вот контрагай чтобы болт не уходил никуда сейчас попробуем это сделать вот примерно теперь видно и в ту сторону точно также делаем контрагай мы начнем правку эту сторону нашли где бьет эту сторону можно сказать тоже нашли вот и и теперь минулами фломастер чтобы начертить то есть вот и вот он участок выдавлены вот этот все участки я определил вот ведь отсюда начинается то есть зазор минимальный потом вот от этой точки вот до этой ведь я жирные нарисовал прям скребет по ободу а здесь она опять минимальный зазор видите скребет скребет раз и отпускает дальше следующее и вот еще один участок вот он тут минимальный зазор плюс один миллиметр где-то вот поэтому не так сильно надо тянуть и с этой стороны такой серьезный один участок у меня нашелся вот он вот я стрелками нарисовал ну цеплять не цепляет но вот отсюда до сюда примерно по минимуму или даже цепляет ну-ка не не цепляет вот так цепляет начинает цеплять у серьезней дальше чуть-чуть маленько вот отсюда вот он идет идет и где-то вот до сюда вот это все цепляет вот эти места которые я пометил это тянет сюда значит мы вот этими спицами которые идут наружу видите спицы идут как бы если по относительно этой стороны вот эти вот эти спицы идут наружу а те внутрь значит мне вот эти внутренние нужно отпустить а наружно немножко по а наоборот наружные отпустить а внутри немножко подтянуть чтобы туда оба сдвинуть сейчас на этой будет ключ у меня тут 15 13 14 10 12 12 не знаю что это такое что же цифры подобрал по моему на 14 у меня здесь на 14 вот значит вот эти наружные не нужно отпустить на четверть оборота раз отпустил вот этот так как он за пределы нарисовано заходит отпущу не на четверть а там на одну восьмую так не трогая вот эти вот болты вот этот болт ну как дистанционный что ли и вот этот болт не трогая их крутя только только спицы значит если тянет сюда я отпускаю наружные затягиваю внутренние буквально на четверть оборота на одну восьмую оборота и вот у меня уже смотрите колесо легко вращается чтобы его выправить еще точнее надо подтянуть вот эти вот болтики сейчас у меня примерно зазор восьмерка где-то 23 нет три наверно нету два с половиной миллиметра сейчас еще этой стороной я поймал старые вот эти вот надписи свои я срываю то есть не срываю стираю а уже новые вот видите щелк только вот маленький кусочек вот там надо будет не пометите чтобы я не перепутался не запутался я эти старые рисунки у свои уберу все старое убрал ищем где цепляется вот она вот оно место все будем метить ну в принципе пока и все одно вот это место здесь прям цепляется так нарисует а вот отсюда надо тянуть неудобно держать фонарик в гараже немножко темновато крутить еще рассказывать ну попробую вот заметили там где начинается вот этот подъем я немножко отпустил а где посредине где хорошо тянет я хорошо отпустил проверяем все уже не цепляет теперь еще теме подтяну так видите не цепляется сейчас опять все стираем и опять заново сидел долгий муторный процесс но когда колесо едет ровно я думаю сейчас подсветочку сделаю и примерно вот что у меня получилось видите ну миллиметр где-то есть идеальных круглых ободов не бывает примерно восьмерка в миллиметр трогать ее пока не буду что и с этой стороны мне нужно исправить яйцо видите здесь тоже небольшая тут на пол миллиметра исправить яйцо чтобы исправить яйцо то есть колесо когда крутится она может быть не идеально круглая вот так вот не идеально круглая например здесь выпуклась здесь а здесь вогнутость него для того чтобы не это проверить надо вот такую планочку сюда приспособить ну решил я это сделать при помощи у меня какая-то была старая строительная планочка сюда плитка вставлялась я сейчас ее так обрею чтоб сильно длинная не было и на резинке вот сюда вот сделаю и буду смотреть где в каком месте у меня оба естественно старые вот эти вот эти вот все с этой стороны сотру чтобы они меня не избивали то что я фломастером своим или как по старой старой по старому назывался фломастер сейчас называется маркер о как круто же маркер фига себе маркер ну ладно вот я приспособу сделал как мне все таки эту восьмерку не восьмерка яйцо убирать и вот мне сейчас вот эту планку надо будет как можно ближе подставить конечно все это надо сделать было капитально раз чик тут еще приближается ну где-то миллиметра два же говоря что я делал вот здесь вот если цепляется то я вот эти две спицы по чуть-чуть прям буквально вот 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 так раз раз эти тоже чуть еще меньше цепляется еще тяну здесь видите здесь стык вот он стык и этот стык прям видно как он вот он цепляется видите то есть это вот связано именно со стыком то есть еще попробую чуть-чуть подтянуть посмотрите поскольку тяну раз и рядом тут же другую чтобы тянуло и сюда и туда чтобы мне не появлялась восьмерка вот исправил исправил хотя делаю это в первый раз теоретически то теоретически то знал увидите где была восьмерка там и и опять вот он стык надо мне его пометить прям вот так вот хорошо вот он вот этот вот стык это вот из-за него и тут поменьше но считаю что я неплохо поправил потому что явно меньше меньше миллиметра все насколько мог я исправил то есть небольшая восьмерка есть где-то один миллиметр может даже меньше и биение тоже где-то один миллиметр у меня устраивает потому что было ужасно тормоза тут сцеплялись даже было не совсем комфортно ездить ну примерно так исправляйте восьмерки